Почему банкам выгодно банкротство должника? В чем польза для государства, если списать долги за граждан? И сразу сходу пример. У Ивана почти нет никакого имущества. У него есть только единственное жилье и недорогая машина. На работе его сократили, и теперь Иван перебивается с копейки на копейку непостоянными заработками. Ну а найти постоянную работу с той же зарплатой он не может. Но самое главное, Иван не платит по кредиту. Денег хватает только на еду, оплату квартиры. И тут Иван узнал, что можно списать долги через банкротство. Он попал к нам в компанию и стал нашим клиентом. Но он очень удивился, когда узнал, что банкротство, оказывается, будет выгодно и банку, и государству. Всем привет! Я Роман Родин, руководитель федеральной юридической группы «Дело время». Мы уже более 8 лет законно избавляем граждан РФ от кредитных и других долгов. Обязательно досмотрите это видео до конца, и я расскажу, почему банк ничего не потеряет, а даже будет в плюсе, если вы законно спишите свои долги. Обязательно подпишитесь на наш канал, если еще не подписаны. Ну и поставьте лайк авансом. Давайте начнем. Конечно, Ивану звонили из банка и пытались уговорить его снова платить по кредиту. Но толку ноль. Потому что платить человеку просто нечего. И я абсолютно уверен, что у большинства моих зрителей именно такая же ситуация. Кстати, друзья, отчеркните, пожалуйста, в комментариях, как часто вам звонят взыскатели долгов, и как давно вы уже не платите по своим кредитам, ну или микрозаймам. Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом, ведь мы же с вами своим опытом делимся. Банк со своей стороны понимает, что с этого должника они уже ничего не возьмут. Долг Ивана теперь мертвым грузом висит в банке. Вы скажете, так банк сам может подать на банкротство? Да, действительно может, но тогда и финансировать процедуру придется самому банку. Поэтому самый выгодный вариант для него, это если Иван сам спишет свои долги. Тогда с него спадет мертвый груз долгов по кредиту, а в документации банка долг перестанет висеть. И это первая причина, почему банку выгодно, чтобы вы списали свой долг. Ведь большое количество должников негативно сказывается на отчетности банка перед Центробанком. Все дело в том, что коммерческие банки сначала берут деньги в Центробанке, если вы не знали. А уже потом выдают их вам под высокий процент. И если у коммерческого банка плохая отчетность, там много должников с просрочками, то шанс на получение кредита от Центробанка по низкой процентной ставке снижается. Вторая причина, по которой банку выгодно, чтобы вы списали долги, это если ваша жизнь после банкротства наладится, вы снова устроитесь на работу и вам снова потребуется кредит. Хотя в ближайшее время на списание долгов после банкротства можете не рассчитывать, банк все же будет рад, если вы снова станете платежеспособным гражданином и пойдете снова к нему за получением кредита. Бенебанку лучше иметь платежеспособного должника, чем требовать эти деньги с того, у кого их точно нет. Друзья, а если вас уже сейчас мучают кредиты, займы, и вы совсем не в силах их платить, а сумма всех ваших долгов более 300 тысяч рублей, и вы хотите, чтобы лично я проанализировал вашу ситуацию и определил, можно ли вам списать долги, то запишитесь на бесплатный разбор вашего долга лично ко мне в WhatsApp или Telegram. Мы работаем по всей России и уже помогли более чем 2000 гражданам избавиться от долгов и обязательно поможем и вам. Ссылка для записи внизу в описании. Третья причина. После вашего банкротства банк получит страховое вознаграждение. Да, все банки получают строповки на тот случай, если человек будет проходить процедуру банкротства. А еще, если банк спишет все долги, то он сможет запросить у Центробанка свои замороженные активы и вернуть их назад. Причина четвертая и самая очевидная. Банк уже окупил ваше банкротство, потому что все граждане, которые платят проценты банку, покрывают риски тех, которые не платят. Собственно, на процентах банк и зарабатывает. Так что за те кредиты, которые вы не платите, все равно заплатят другие люди. Увой. Вы удивитесь, но вам государство тоже выгодно, чтобы вы списали свои долги. И последняя причина – это ваше психологическое состояние. Как бы странно и абсурдно это не звучало, но да, государству выгодно, чтобы вы сняли с себя груз долгов и начали жить заново. Тогда вы снова начнете работать и снова начнете тратить деньги. И возможно даже устроитесь на официальную работу и будете платить налоги. А это значит, будете полноценным субъектом экономической деятельности. Итог. После всех моих аргументов у моего клиента Ивана не осталось никаких сомнений, и он решил списать все свои долги. Кстати, живет он во Владивостоке, и это не мешает нам полностью взять на себя процедуру банкротства. Моя компания работает по всей России удаленно. Уже более 8 лет мы списываем долги гражданам и помогли более чем 2000 людям избавиться от их долгов. Это и кредиты, и кредитные карты, и микрозаймы, и долги по ЖКХ, и налоги, и даже долги по распискам перед физлицами. Друзья, а если после этого ролика вы хотите получить консультацию и помощь лично от меня, вас уже давно мучают микрозаймы, кредиты, и прочие долги, вы хотите законно от них избавиться раз и навсегда, и общая сумма всех долгов более 300 тысяч рублей, напишите мне внизу по ссылке в WhatsApp или Telegram. Наша команда законно избавит вас от долгов раз и навсегда. Ссылка для записи в описании ниже к этому ролику. Я надеюсь, что ролик был вам полезен. Если у вас остались вопросы, задайте мне их в комментариях под этим видео. Обязательно ставьте лайк за наш нелегкий труд. Подписывайтесь на наш канал, потому что здесь юристы говорят простыми словами о ваших правах. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые важные ролики. Желаю вам скорейшего избавления от всех финансовых сложностей. До встречи!